Вы слушаете подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Называется он «Что случилось?», с вами я, Владислав Горин. Главное общественное и политическое событие в России сейчас — это протесты, поводом которым стало возвращение в Россию Алексея Навального и его очередное расследование, ну а также суд над оппозиционером. Мы уже говорили о том, что случается с задержанными на акциях, там все плохо. Еще отдельно обсуждали полицейскую жестокость, также было про общественные настроения в России, запрос на курс альтернативный господствующему довольно большой в нашей стране. Кроме того, был подкаст про протестное пропуждение регионов России, а сегодня побеседуем с политологом Маргаритой Завадской из Европейского университета в Санкт-Петербурге, потому что интересно про стратегию существования и взаимного влияния, взаимного разрушения власти и оппозиции в авторитарных режимах. Ну и по тактике тоже есть вопросы. Вот вы понимаете, какой может быть стратегия соратников Навального прямо сейчас, после назначения политику реального срока с отбыванием в колонии? Я — нет. Ну вот и узнаем все после перерыва. С 1 февраля 2021 года в России действует запрет на мат в соцсетях. Сами площадки должны удалять нецензурные высказывания, а в случае отказа им грозит штраф. В подкасте о русском языке Розентали Гильденстерн, который я, Александр Садиков, веду вместе с главным редактором грамоты РУ Владимиром Пахомовым, мы обсуждали мат в одном из эпизодов третьего сезона, и это оказался наш самый популярный выпуск 2020 года. Самое время переслушать этот разговор, в котором, кстати, несмотря на тему, мы умудрились не произнести ни одного матерного слова. Как появился русский мат, и почему он стал для нас таким запретным? Как от него избавиться? Да и стоит ли вообще пытаться это сделать? И правда ли, что русские ругательства самые сильные в мире? И почему на самом деле будущее мата филологов волнует больше, чем иностранные слова, феминитивы, кофе среднего рода и ударение в слове «звонит»? Послушайте подкаст Розентали Гильденстерн и подпишитесь на нас. В марте у нас, кстати, начинается новый уже пятый сезон. Ссылка, как обычно, в описании этого выпуска, что случилось на сайте Медузы. С нами научный сотрудник факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге Маргарита Завадская. Здравствуйте. Здравствуйте. Понятно, что когда мы смотрим на безобразие, которое происходит дома, конкретно на улицах, в судах, в спецприемниках, у нас могут быть какие-то эмоции, но я предлагаю вам немного отстраненно посмотреть на ситуацию и тактически и стратегически оценить политические процессы в России, ну и про некоторые мифы, что ли, поговорить, про устоявшиеся уже представления о происходящем. Давайте для начала по существу поговорим, как бы вы описали то, что случилось в России в начале 2020 года, конечно, в политическом смысле, в общественном. Ну, то, что мы наблюдали буквально на днях, это, с одной стороны, для, наверное, экспертного сообщества, для тех, кто следит за развитием событий в нашей стране, ну, как бы ничего нового не произошло, но мы все равно испытываем моральный шок от того, что все-таки это возможно, потому что до конца сохраняется надежда, что, ну, может быть, не посадят, может быть, все-таки не будут винтить так, как это происходило, вот буквально на днях и так далее. То есть вот именно это ощущение того, что наши последние надежды рухнули, ну, наши, я так обобщенно говорю, да, надежды многих, разумеется, порождает вот такую эмоциональную реакцию, и я думаю, что у всех фейсбук-лента полна постами и самыми разными эмоциями на сей счет. Но, повторюсь, с точки зрения политической науки и, наверное, экспертного взгляда, ну, вот никаких сюрпризов мы не увидели, к сожалению. Если ставить диагноз строго научного выражаться, то это что было? Это было репрессивное подавление выступлений в авторитарном режиме или как? Да, совершенно верно. Здесь квалификация этих событий, она достаточно проста. Действительно, режим, поскольку он авторитарный, носит персоналистский характер, и более того, российское государство обладает дополнительной рентой от нефтяных доходов, соответственно, они могут рекрутировать силовой аппарат. Чем больше силовой аппарат, тем смелее используются репрессии, когда они необходимы. В данном случае именно это мы и пронаблюдали, и это плохая новость, безусловно, но, повторюсь, ничего нового мы не узнали. Слово «персоналистский» я предлагаю подчеркнуть, и как корректоры раньше в газетах делали, когда вычитывали полосы перед отправкой в типографию, такую линию провести, вынести на поля и поставить знак восклицательным, и потому что к этому слову потом вернемся, как по гиперссылке. Но сначала про характер авторитарного режима. Много теперь говорят про новое качество авторитаризма в России. Есть мрачные шутки про «доброе утро Белоруссии» и все в этом роде. Но система власти, она ведь никак не поменялась. Она скорее продемонстрировала возможности. Или вы видите некоторую перемену внутреннюю, сущностную в режиме? Я скорее соглашусь с первой интерпретацией. Я думаю, что мы просто увидели проявление того, как эта система может функционировать. А качественное изменение режима произошло достаточно давно. Думаю, что многие со мной согласятся. Это 2014 год, я думаю, это стала поворотная точка, когда режим стал позволять себе то, что раньше, в общем-то, по тем или иным соображениям опасался использовать. Это открытые репрессии. Все-таки старались репрессии использовать более-менее точечно, адресно. Ковровые репрессии или такие конвейерные репрессии, как вот, например, сейчас судят тех, кто принимал участие в протестных акциях. Ну, это, безусловно, шанс того, что туда попадут люди, которые не имеют отношения к сторонникам Навального, случайные прохожие и так далее. Это уже некоторый шаг, да, в сторону Беларуси, безусловно. Мы еще пока не там, но мы близки к этому. Ну, повторюсь, это проявление того, как работает система, это не качественный скачок. Это проба пера, скажем так. А в 2014 году в чем состоял переход? Потому что мне-то человеку, глядящему за это не профессиональным взглядом, а таким обывательским, кажется, что это даже не сильно отличается от режима Ельцина. То есть, что все это, в общем, одна и та же машина, которая, ну, может быть, докручивались какие-то детали, вроде Росгвардии, да. Как бы это было усиление отдельных ее элементов, но в целом это все родом из 93-го. Вот качественно, это примерно та самая порода. Или вы не смотрите так обобщенно и можете проследить в том числе качественные изменения в 2014 году, чуть раньше? Ну, безусловно, сложно не согласиться с тем, что политическая система, сложившаяся в 93-м году, заложила те условия и те механизмы процесса, которые реализовались, собственно, в 2021 году. Здесь, повторюсь, я с вами солидарна. Однако политологи обычно смотрят на политическую динамику, скажем так, через свой микроскоп, да. То есть, мы делаем такой зум, и вот в этом зуме мы видим разные этапы, скажем так, эволюции, или даже не эволюции, а динамики, да, скорее, политических процессов. И Ельцинский режим, безусловно, сильно отличается все-таки от того, с чем мы имеем дело сейчас. И по оценкам многих, в том числе таких международных организаций, как Freedom House или иные индексы, которые используются международными организациями, политологами, с экономистами. Россия примерно с 2007 года квалифицируется как авторитарный режим. Что было между 1999 и 2007 годом, есть некоторые дискуссии, но, в принципе, мы можем еще считать, что это ситуация слабая, нестабильная, но все-таки электоральная демократия. Ельцинский промежуток тоже квалифицируется по-разному, в зависимости от того, как эксперт определяет демократию. Да, тут мы знаем подходов с десяток, если не больше, если не сотни. Но так или иначе, все равно период до 2007 года характеризуется однозначно как более открытый, с точки зрения политических возможностей, хотя слово «открытый» более открытый не означает, что это демократия и все было хорошо. Безусловно, это не так. А вот эпизод, который мы наблюдали с 2007 по 2014 год, это формирование так называемого режима электорального авторитаризма. То есть это уже авторитарный режим, но в нем по-прежнему присутствуют все те элементы, которые присутствуют в любой уважающей себя демократии. Есть регулярные выборы, они даже проходят, и даже периодически допускается какая-то более-менее, даже не всегда карманная позиция, особенно на местных или региональных уровнях. Там бывало чуть-чуть посвободнее, чем на федеральных и так далее. Но после 2014 года произошел серьезный, во-первых, внешнеполитический поворот, а во-вторых, есть мнение, что выборы в такого рода режимах служат таким инструментом легитимации, сигналом. Ребята, мы приличные люди, нам можно предоставлять инвестиции, принимать нас в разные политические клубы и тусовки и так далее. Но после 2014 года есть ощущение, что российский режим перестал заботиться этим аспектом вообще. И выборы перестали сигнализировать, что бы то ни было, ну, по крайней мере, на внешнюю аудиторию. И с 2014 года, собственно, источники легитимности, в том числе внутренние, они перестали напрямую зависеть от электоральных процессов настолько сильно, сколько это было до этого периода. Ну, и с 2014 года мы наблюдаем вот в 2017 году, точнее, да, новый виток протестного движения, это митинги «Он вам не Димон» и так далее, это антипенсионная волна. И мы видели уже первые признаки того, что использование насилия, в том числе в адрес несовершеннолетних, использование пыток, особо жестоких методов подавления, уже без опасения того, как отреагирует на это население, мы это наблюдаем уже несколько лет назад, и, собственно, сейчас-то просто продолжение этого же длинного политического, репрессивного сериала, просто мы видим наращивание этих мощностей. Вы говорите 14-й, 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 интуитивно это понятно, присоединение Крыма и чувство, что ты очень популярный политик, и вообще система, которую ты возглавляешь, она тоже как-то приободрилась, поняла, что она, видимо, сделала что-то очень классное, у нее нет соперников, она очень успешна. Но было ли какое-то конкретное событие, от которого можно отчитывать вот этот поворот 2014 года? Почему 14-й, почему не 2020-й, когда окончательно сломали выборы, окончательно продемонстрировали ненужность, всю условность отечественной конституции? Я думаю, что 2020 год, безусловно, войдет в политическую историю, как очередной такой сломный момент. Однако в 2014 году была пройдена такая точка перехода между такой мягкой формой или травоядной формой авторитарного режима, как вот Владимир Гельман ее охарактеризовал все в 2015 году, сторону такого гегемонистского и более жесткого открытого режима, открыто применяющего репрессии, скажем так. То есть электорально-авторитарные режимы стараются работать мягче, то есть используют какие-то методы профилактики протестов, коптировать карьерно ориентированных, не знаю, молодых политиков, чтобы они не шли в гражданские ассоциации или в какие-то параллельные структуры или, не дай бог, создавали свои собственные, чтобы они могли реализовать свои частные амбиции политические вот в русле, не знаю, там, правящей партии, допустим. Но в России этот проект не состоялся, партия «Единая Россия» не стала таким инструментом, соответственно, вот после присоединения Крыма случился такой качественно-простон гегемонистского или более-менее уже практически закрытого авторитарного режима. И в данном случае Россия стала просто гораздо ближе к таким классическим персоналистским диктатурам, о которых пишут многочисленные учебники и так далее. А то, что случилось в 2020 году, это просто вот дальнейшее сползание, это юридическое оформление тех практик, которые, собственно, уже присутствовали давно. Испытание 2021 года, начало 2021 года, чем станет для системы, как она это воспринимает? Как, в общем, посильный вызов, с которым можно справиться привычным методом, или нужно реагировать как-то иначе? Есть ли у нее ресурс вообще на то, чтобы не меняться? А если какой-то ресурс, ну, даже не исчерпан, а хотя бы немножко истощен, что это за ресурс, на что надо смотреть? Я даже немножко расшифрую в связи с этим вопросом понятие персоналистского режима. Персоналистские режимы такие режимы, которые зависят от воли, собственно, диктатора или одного человека, находящегося у уровня власти. Понятное дело, что управляет не он или она один. Я бы оговаривалась, он и она, однако, я повторюсь, история политической современной не знает диктатур во главе с женщинами. Ну, мы, тем не менее, оставляем такую возможность. Если ресурс у режима продолжать не меняться, безусловно, есть. По исследованиям статистическим известно, что именно персоналистские диктатуры, какими бы бедными, какими бы репрессивными они ни были, к сожалению, достаточно долго живут. В отличие, например, от таких режимов, как Советский Союз, это был партийный режим, или мексиканский режим, который демократизировался к 2000 годам. Персоналистские режимы, собственно, это чемпионы по долгожительству. Это, скажем, такое долгое, длинное, мучительное, бедное, несчастное существование, но, как правило, оно, скажем так, равняется годам жизни политического лидера. Ну, вот в среднем по больнице. Есть, безусловно, исключение из этого правила, но в среднем такой прогноз, наверное, он вот таков. Какие есть ресурсы? Ну, собственно, особенность российского авторитаризма заключается в том, что это не просто персоналистская диктатура на сегодняшний день, а это еще и богатый, относительно богатый авторитарный режим. Я повторюсь, помимо нефтяной ренты, который получает режим, у режима есть еще и иные ресурсы. Мы понимаем, что, например, президент и его окружение могут обладать все еще некоторым ресурсом политической поддержки, которая существует в отличие, например, от Белоруссии, где мы понимаем, что личная поддержка Лукашенко, она уже фактически стремится к нулю. Верных союзников и тех, кто поддерживает, осталось совсем немного среди населения. В России ситуация принципиально иная. Помимо силового аппарата мы знаем, что доля людей, которые являются непосредственно бенефициарами сложившейся системы, их больше, чем в Белоруссии. Соответственно, ресурсы продолжать жить в таком режиме, к сожалению, еще есть. Если мы оцениваем дееспособность и вообще какую-то функциональность режима, то давайте тоже, я употреблял уже как-то медицинскую аналогию, попробуем понять, почему нам так кажется, почему вам так кажется. Вот вы, взяв в руки молоточек, известный еще по Ницшинам, в какую часть ударяете, чтобы проверить проводимость нервную, что вот рефлексы работают? Ну, я поделюсь над своим опытом, поскольку я обычно занимаюсь статистическими исследованиями, то есть я просто собираю большой массив данных, и так, где вот не только я, безусловно, а мы смотрим общие тенденции, которые встречаются наиболее часто, безусловно, всегда есть из любого правила, есть исключения, и мы следим за этими закономерностями. Вот эти прогнозы, если на сколько их вообще можно строить, они как раз опираются на анализ вот таких больших массивов данных, например, начиная с 1945 года и по сегодняшний день. Исследование продолжительности разного рода политических режимов, демократии, авторитаризмов и так далее, это одна из наиболее популярных тем, пожалуй, в современных политических исследованиях. И она имеет очень давнюю традицию, собственно, вот мои пессимистические прогнозы, они опираются вот скорее на эту тенденцию. Но я повторюсь, из любого правила есть исключения. И российский режим, его особенность заключается в том, что в отличие от большинства персоналистских диктатур, эта страна с очень высоким уровнем человеческого капитала и относительно высоким уровнем дохода. Когда я говорю высоким, понятно, что наши слушатели могут всплеснуть руками и сказать, ну, не сравнить просто с развитыми странами Запада, да, и Евросоюза, безусловно. Однако, если мы будем сравнивать с подобными режимами, Россия, это один из богатейших авторитарных режимов. И в данном случае в некотором смысле удивительно, что в таких устаревшей одежде этому режиму удается ходить так долго. То есть, иными словами, уровень развития гражданского общества уже не соответствует тому политическому строю, который сложился в этой стране. И это дает надежду и основание полагать, что, возможно, вот этот вот печальный прогноз из политических исследований может быть не так уже применим к российской действительности. Про стратегию предлагаю еще поговорить, вернуться на этот научный и высокий уровень обобщения, но пока сделать временную остановку чуть-чуть снизится. Знаете, есть набор реплик, я бы даже сказал, мемов, не в значении интернет-шуток, а ближе к пониманию этого слова социологами, про то, что происходит в стране. Я бы выделил два полярных высказывания. Одно. После этих митингов они там все, и можно показать наверх, да, пальцем, особенно Путин, бьются в истерике, они не знают, что делать. И сразу ты себе, конечно, представляешь, когда что-то такое слышишь, как кто-то стучит по столу, кричит, слюна летит, все очень нервничают, возмущены и готовы на крайние меры, и при этом ты понимаешь, что это, наверное, все-таки не так, не имеет отношения к жизни. Второе высказывание, наоборот, репрессивная машина сейчас получила карт-бланш, силовики теперь все решают, даже вот эти мужчины в дорогих пиджаках со старой площади, их голос теперь не важен, и часто с перехлестом будет протест подавлен предельно жесткими способами, и ты тоже себе сразу представляешь перед глазами человека в генеральской форме, в солнцезащитных очках, и думаешь, почему еще построенные к чемпионат мира по футболу стадионы используются по назначению, а не наоборот. Что-то из этого, вот одно из этих двух высказываний, хоть чуть-чуть, передает реальность? Отличный вопрос. На самом-то деле, вот эти два высказывания не сильно противоречат друг другу, поскольку история с реакцией на возвращение Навального, режим перешагнул ту черту, как бы мы игнорируем Навального как релевантную политическую фигуру, чего, которого нельзя называть по имени, и кучу других интернет-мемов, которые мы все хорошо знаем. Теперь мы уже можем этому человеку давать эфирное время, пускай даже в качестве жертвы пропагандистской машины и так далее, но тем не менее, Алексей Навальный получил столько эфирного времени, сколько он не получал, пожалуй, никогда. Какой это будет иметь эффект, это другой вопрос. Бьются ли представители политической элиты в истерике или нет, сложно сказать, но то, что они раздражены, воспринимают эту ситуацию более-менее персонально, скорее всего, да. То, что был отдан карт-бланш силовикам на то, что они теперь могут использовать любые методы для того, чтобы избавиться от этой вот помехи, да, и назойливой мухи, которая мешает этому политическому режиму жить и процветать, я не исключаю, что было принято подобное решение, но, повторюсь, вот проблема со всеми персоналистскими режимами заключается в том, что все стратегии и реакции, они все в голове одного человека. И вся политическая аналитика сводится, по большому счету, к чтению мыслей этого человека, что, в принципе, невозможно, если только вы не верите в какие-то паранормальные способности. Поэтому в данном случае это все дело достаточно неблагодарное. Но я бы еще добавила такой комментарий по поводу карт-бланша силовика. Даже не важно, дали им прямую отмашку или нет, важны все-таки те последствия, которые мы наблюдаем. Так или иначе, есть такая закономерность, которая уже давным-давно доказана в политических исследованиях. Запустив репрессии определенного масштаба, очень сложно откатить обратно к более мягкому режиму. То есть, есть такая ловушка репрессивности, что ли. То есть, каждый последующий шаг, это будет, скорее всего, наращивание мощностей. Это звучит крайне печально и драматично, однако, это чревато серьезными последствиями для самого режима. Дело в том, что это очень затратно. И это затратно не только с точки зрения ресурсов, человеческого капитала и так далее. Это затратно репутационно. И это посылает сигналы, в том числе и сторонникам режима. То есть, сейчас многие люди могут сказать наблюдателю, да, зачем люди вышли на протест, сами напросились, их побили дубинками, сами виноваты. Такой классический victim blaming, да, сама надела короткую юбку, сама оказалась в той ситуации, в которой оказалась. Однако, мы можем это интерпретировать как пускок рационализации. То есть, я-то не ходил в короткой юбке, да, я-то не выходил на протесты. Соответственно, я все делал правильно, мне ничего не грозит. Но мы понимаем, что это не так. Очень много случайных людей попадает в маховик репрессивной машины. И в данном случае с каждым последующим витком репрессивности большее количество людей будет понимать этот факт, осознавать его. И все менее и менее комфортно будет жить вот в такой стране. В чем ограничение, кроме того, что ты боишься потерять поддержку? И поэтому действуешь более-менее мягко, пытаешься изобразить приличие. Ну да, это суд в ОВД, но это все-таки что-то отдаленно напоминающее суд. Там хотя бы есть судья. Да, попытка потерять поддержку. Современные авторитарные режимы все-таки стараются опираться хоть на какую-то группу людей, которые непосредственно являются как бенефициарами, так и испытывают какое-то, не знаю, эмоциональное удовольствие от того, что они причастны к этому режиму. Чувство национальной гордости после 2014 года или ощущение того, что эти люди живут в великой державе и так далее. И, возможно, действительно репрессии этих людей отталкивают меньше всего. То есть те события, которые мы с вами наблюдали, они интерпретируются с точки зрения политических взглядов, которые разделяют наблюдающие. То есть красота или репрессии в глазах смотрящего. То есть для кого-то это действительно наказание каких-то маргиналов и террористов, как их недавно назвал Владимир Путин в одном из своих выступлений. А с точки зрения других это произвол и беззаконие. То есть с точки зрения одних там есть судьи, и они судят по каким-то процедурам. С точки зрения других это произвол, это такой вот конвейер. И те люди, которые наблюдали нутро работы правоохранительной системы, я думаю, что едва ли будут придерживаться первой точки зрения. Но, повторюсь, политическая поддержка даже для таких режимов она все-таки важна. Вопрос, насколько быстро и драматично эта поддержка будет улетучиваться. Повторюсь, репрессии способны лишить режим поддержки, когда их слишком много. Мы с вами упираемся в эту точку, которую еще в начале разговора мы пометили на полях про персоналистский режим. И мне обидно, если честно, слышать такое про наш родной авторитаризм, потому что, унижая его, этим эпитетом, мы унижаем на самом деле наше общество, нашу довольно большую и сложно устроенную страну, которая оказывается не в состоянии даже построить не персоналистский, а какой-то регулярный, что ли, режим. На самом ли деле российский авторитаризм является таким персоналистским? Потому что, опять же, обращаясь к популярным мемам, можно часто услышать «Ой, вот Путина не станет, и даже если у власти останутся его подчиненные, они все равно все сделают иначе». И тут, как бы, говорит в нас, конечно, травма еще сталинизма. И вот этот опыт, проклятая привычка проводить аналогию, заложенная в любом человеке. Но я всегда задаю вопрос себе в этом случае. А с чего вдруг? Почему что-то должно резко поменяться, если уйдет Владимир Путин? Такая ли он значимая фигура лично? Ну, наверное, персонально он может решить, какими будут интерьеры какой-нибудь резиденции на Черноморском побережье. Может ли он решить какие-то существенные вещи? Ну, не знаю. Возникают у меня, в общем, сомнения. Мне кажется, что машина огромная, и она действует по своим законам. Да, вы правы. Ни один режим в авторитарной, даже когда я говорю слово персоналистки, не имеется в виду, что есть вот такой просвещенный, всезнающий лидер, который в курсе всех процессов. И действительно понимают, что очень обидно жить в стране с таким, повторюсь, высоким уровнем развития человеческого капитала. И мы представляем, что тот стиль жизни, который сейчас уже, и те ценности, которые разделяются, ну, по крайней мере, в крупных городах нашей страны, но это уже очевидно не то, что соответствует тому политическому строю, повторю еще раз эту мысль, которая у нас сложилась. Ну, вот два даже не то, чтобы возражения, а скорее уточнения. Первое уточнение в том, что персоналистский режим это самый типичный и самый часто встречающийся тип авторитаризмов. Выстроить партийный режим сложнее, и таких режимов, на самом деле, не так уж и много, хотя о них очень много пишут. Ну, вот режим типа Сингапурского, на который, я так понимаю, пытались равняться, и очень часто проводят параллели с Ликван Югом, с просвещенным автократом. Ну, повторюсь, это исключение, которое подтверждает правила таких режимов практически не бывает. Или китайский режим, который, честно говоря, еще более репрессивный, несмотря на то, что это партийный режим и не так сильно привязан к каким-то конкретным персоналям. Что можно сказать комплементарно в адрес граждан России? Ну, во-первых, проблема не в том, что граждане и россияне имеют тот режим, который заслужили, вовсе нет. Как раз проблема в том, что россияне имеют тот режим, который они совершенно не заслужили, и мы наблюдаем ситуацию мощнейшего несоответствия политическому запросу общества, который стоит сейчас, и того строя, который на данный момент есть. То есть история не в том, что люди оказались в той ситуации, когда из этого строя в нем уже жить, я повторюсь. Эта одежда уже не по размеру, она уже не подходит, она вышла из моды. Я проведу даже такую параллель с эстетическими вкусами. Когда мы наблюдали за интерьерами дворца из расследования Алексея Навального, было очень много комментариев в духе «Какая бескусица?» или «Что это за игровый автомат?» образца 92-го года и так далее. Повторюсь, некоторые зрители были оскорблены даже просто эстетикой, которая настолько устарела, что просто уже не соответствует, повторюсь. К повседневному укладу, не знаю, представлению о мире, которое сложилось в персонализм, это никоим образом не оскорбление. Это та болезнь, которая в какой-то смысле, видимо, рано или поздно нужно будет избавляться. И мне кажется, что хорошая новость в том, что то, что мы сейчас наблюдаем, это те процессы, которые, в принципе, характеризуют любой процесс, связанный с демократизацией. Еще рано говорить, на каком этапе знал бы Перегуб, жил бы в Сочи. Но, тем не менее, российский процесс на сегодняшний день очень напоминает начало, по крайней мере, многих демократических транзитов, которые мы наблюдали в 80-е годы. Если, опять же, частое высказывание и это, к слову, про персоналистский режим, ну, не Путин, так другой, а все примерно то же самое будет. Ну, давайте мысленный эксперимент проведем. Вот если прямо сейчас Владимир Владимирович подведет его здоровье и его место займет, не знаю, Мишустин или какой-нибудь Медведев, да любой из известных нам высших сановников изменится ли что-то существенное. Ну, погрызут какое-то время друг друга, а потом, кажется, все будет примерно то же самое. Это легитимное опасение, потому что в чем еще проблема вот с такого рода авторитаризмом? Дело в том, что персоналистские диктатуры, они разрушают институты. А институты – это очень важная штука. Институты – это такие правила игры, которые позволяют независимо от того, кто находится у руля власти, жить по каким-то правилам, играть по правилам. Ну, то есть, представьте, там выходят какие-то игроки, играют в футбол, мы знаем, какие в футболе правила более-менее, мы знаем, когда их нарушают. А если правил нет и просто люди выходят в чисто поле, и вообще творить полное безобразие. Проблема с авторитарными режимами персоналистского типа в том, что они разрушают эти правила. И российский политический режим разрушает институты с каждым годом все больше и больше. И драма голосования по изменению конституции скоро заключается в том, что, собственно, последние какие-то уже дышащие на ладан принципы, они были разрушены. Собственно, в этом главная трагедия, которая произошла в июле. Как быть, когда не станет одного политического лидера и когда на смену приходят другие? Это, на самом деле, очень большой вызов, потому что многие, как бы демократы, приходя к власти, в какой-то момент начинают испытывать большой соблазн не выстраивать новых институтов, а продолжать управлять в том же режиме, в ручном режиме. Ну, потому что это удобно, это быстрее, не нужно ничего согласовывать, не нужно проводить какие-то законопроекты через парламент. Да, собственно, Ельцин так и делал. Проблема 1993 года как раз была в том, что ветви власти не могли договориться друг с другом, и в итоге Ельцин управлял так называемым указанным правом очень долгое время, и тем самым он, собственно, приблизил нас к тому состоянию политической системы, в котором он находится сейчас. Да, он разрушил институт, и он разрушил ту часть системы сдержек и противовесов. И это большой вызов на самом-то деле перед прекрасной Россией будущего, как ее называют, да, Гуриев и другие эксперты, которые пытаются планировать заранее. Выстраивание политических институтов правил игры это первое, чем нужно озаботиться тем, кто окажется у власти, и не дать сохраниться вот этому промежуточному состоянию без крепких, очевидных, понятных, инклюзивных политических институтов. Это первоочередная задача. Если у того, кто окажется у власти, будет вообще такая задача демократизировать систему. Хорошо. Давайте еще, может быть, о демократизации поговорим, раз вы нам так оптимистично пообещали, что она, кажется, возможно, началась, и мы в самом начале этого пути. Вы наверняка тоже слышали такой тезис-мем про то, что если выйдет на улицы такое-то количество человек, ну вот Навальный уже из зала суда говорил про 2% от тех, кто посмотрел ролик про резиденцию в Геленджике, то все изменится. Так это работает? Кажется, нет. Белоруссия показала, нет, не работает. Если у тебя есть сплоченный силовой государственный аппарат, твори, что хочешь. Да, это так. Плохая новость заключается в том, что, ну, плохая новость для оппозиции в первую очередь заключается в том, что действительно просто посмотрев какой-то вот такой компрометирующий материал, никого не политизирует и не ведет к тому, что просмотревший радикально поменяет свой взгляд на жизнь и на политические процессы. Такого рода материалы, они скорее важны даже не для того, чтобы кого-то переубедить, а для того, чтобы создать какой-то общий контекст, такой общий одновременный коллективный опыт, для того, чтобы облегчить координацию тех, кто уже ощущает неудовлетворенность с сложившимся положением дел и так далее. То есть это история про координацию, скорее, тех, кто уже недоволен и, может быть, те, кто сомневается, но еще пока не знает, как это сомнение, во что оно должно вылиться, в какие жизненные стратегии и тактики. А вот если человек, не знаю, работает на силовой аппарат или имеет сильные идеологические предпочтения, безусловно, просмотр такого материала едва ли приведет к изменению их политической позиции. Все так. Я, наверное, даже еще, может быть, добавлю, мой взгляд не то, чтобы оптимистичный, я скорее пессимист, как ни странно, хотя все, что я говорила до сих пор, возможно, противоречит этому взгляду. Дело в том, что мы особенно не знаем предсказывание политических процессов, как они будут развиваться, имеет одну большую сложность. Дело в том, что когда мы что-то прогнозируем, нас слушают. И те, кто нас слушают, они могут каким-то образом подстраиваться по то, что говорят окружающие. Поэтому реальность бывает меняется в ту сторону, в которую, в общем, едва ли могут предсказать политические аналитики, даже опираясь на анализы материалов за десятилетия или даже за столетия. То есть вот в этом есть некоторая сложность для политологов. Если вы на секунду представите, что вы не ученый технолог, не политолог, а политтехнолог, как бы вы действовали сейчас на месте сторонников Навального? Понимаете ли вы их логику? На месте условного штаба вы бы как себя повели и, ну, рекомендовали бы своему лидеру и очевидному фронтмену вот этого политического движения недовольных, да, представляющих некоторую альтернативу приезжать в Россию, где его, скорее всего, репрессируют. Потому что, когда сами сторонники Навального что-то такое говорят, ну, это напоминает известное высказывание про то, что у меня был план и я его придерживался. Все только начинается, у нас есть моральное превосходство, да, есть план, мы его обсуждали с Навальным, но мы не прекратим свои работы. В чем их расчет? Если бы я была технологом, да, то, наверное, мне кажется, что с точки зрения тактик, которых придержат сторонники Навального, ну, во-первых, то, что произошло с их лидером, да, с Алексеем Навальным, все-таки это, безусловно, удар, но это еще не поражение, поскольку, помимо Навального, ему удалось, его команде, это очень важно подчеркнуть, он не работает в одиночку, да, он работает в команде очень квалифицированных и довольно-таки знающих людей. Им удалось создать инфраструктуру, которая занимается не только протестами, да, и расследованиями, но они занимаются мобилизацией и рекрутингом политических лидеров, в том числе на местах. И это, пожалуй, едва ли не самое важное, что удалось создать Навальному и его команде. И это то, что, если бы я была бы, повторюсь, технологом или просто человеком, который что-то советует, это продолжать работать в этом направлении. Дело в том, что наследие 11-12 года протестного движения за честные выборы, нам кажется, что все сошло на нет и не оставило никакого выхлопа, это отнюдь не так. Дело в том, что это движение, согласно исследованиям ряда политологов, оно осело такими вот гражданскими ассоциациями в ряде регионов. Где-то сильнее, где-то слабее. В одном случае это такие мощные сети, в другом случае такие более-менее изолированы друг от друга такие хабы, но тем не менее что-то осталось. И вот эта вот инфраструктура, она безусловно в итоге перекочевала частично вот в эти штабы Навального в регионах. То есть, повторюсь, каждый последующий протест, даже если кажется, что он ни к чему не привел и это поражение, задача заключается в том, чтобы накапливать этот потенциал и выстраивать вот эти вот параллельные автономные от государства организационные структуры. И повторюсь, если сторонники Навального и его штабы будут продолжать укреплять эти региональные структуры, что очень сложно в условиях репрессивности системы сейчас, если им удастся продолжать так же креативно эту систему поддерживать и выращивать новых политических лидеров не обязательно даже федерального масштаба, а даже регионального и местного масштаба, это уже будет безусловный успех. Это то, что им ни в коем случае нельзя потерять, если они не хотят рассыпаться. И второй момент, это быть готовыми к коалициям, быть готовыми вступать в партнерские отношения, может быть, с представителями тех идеологических течений, которые сейчас им в некотором смысле чужды или не так близки и так далее. То есть, готовность расширять ту базу, на которую они ориентируются. Пожалуй, в этом и заключается успех любого оппозиционного движения. Ну и, наконец, не забрасывать программную линию. То есть, многие говорят, Навальный популист, у него нет программы и так далее. Мы знаем, что все-таки у него программа есть, и, по крайней мере, он с ней выходил, он ее обсуждал с экспертами, как в области экономического развития, так и в области социального развития и так далее. И если его, чтобы Навальный будет продолжать работать в этом направлении, в принципе, это то лучшее, наверное, что они сейчас могут сделать. Если говорить про перспективы, как недовольная часть общества, которая не соответствует, ее запрос не соответствует генеральному курсу, будет теперь взаимодействовать с административной машиной. Мы выяснили, что административная машина имеет все ресурсы не меняться, действовать старыми способами, в том числе репрессивным. Но как будет происходить вот эта взаимная подладка? Все равно как-то тоже режим вынужден будет отреагировать помимо репрессий. Возможно ли эта перенастройка вообще в принципе без тотального подавления? Или нет? Это две системы, которые больше не могут находить компромисс и подладка случится с ущербом для одной из них? Ну да, это такое напоминает танец, когда у нас есть режим, который работает по своим каким-то принципам, принимает свои решения и смотрит на то, сколько человек вышло, каков репертуар протеста, это одиночные пикеты, либо это массовые митинги и так далее, санкционирование, несанкционирование, пытаются не договориться или нет, соответственно, оппозиции делают то же самое. То есть это всегда, как вы правильно выразили, это такая подладка, то есть это даже не то, чтобы подладка, это притирание деталей. Ну, в каком-то смысле, да, то есть такое как бы танго или вальс, то есть одни делают один шаг, другие смотрят, делают другое такое, да, ну вот еще партия в шахматы, может быть, еще одна, да, метафора. Так вот проблема вот с этим танго или, не знаю, с этим танцем заключается в том, что у режима были возможности пытаться кооптировать часть тех, кто уходит, например, в структуру Навального или другие оппозиционные структуры, да, и, видимо, им это не удалось, то есть, повторюсь, кооптация – это очень важный инструмент ненасильственной профилактики массовых протестов, массового недовольства. Дело в том, что протесты всегда имеют какое-то организационное ядро, и если это организационное ядро ослаблять, повторюсь, путем кооптации, это самый верный способ это сделать, кооптация – это значит предложить какое-нибудь, не знаю, там, полезное место, открыть какую-нибудь таформную партию под человека или, там, не знаю, предоставить какой-то пост где-нибудь, ну, вот, что-то в таком духе. Да, поделиться рентой, иными словами. И для многих карьерно-ориентированных политиков, да, для молодежи это работает. Работает неплохо, да, через молодежные организации или просто через личные какие-то предложения и так далее. Однако в российском режиме произошли серьезные сбои. Вот в работе это кооптационные машины, потому что персоналистские диктатуры, в сотый раз скажу я это слово, они хуже справляются с этой задачей, чем партийные. Партийные режимы как раз вот за счет этого только и живут. Проблема заключается в том, может ли все вернуться в каком-то более компромиссному формату. Повторюсь, проблема в том, что уже встав на путь репрессии, конфронтации, очень сложно откатить эту систему обратно. Дело в том, что уже слишком много пенефициаров, слишком много силовиков задействовано в этом процессе для того, чтобы им сказать, ребята, выдыхаем, теперь ваши особые навыки и таланты не нужны, все расходимся. То есть, так сказать, сложно отдать такое распоряжение. И уже однажды запустив вот эту вот такую большую тяжелую машину под откос, ее очень сложно уже остановить. И режим, таким образом, становится заложниками того уровня репрессивности, в который он себя загнал. Печально, печально, но есть ростки надежды, возможно, будет какое-то изменение. Динамика уже хорошо, согласитесь. Да, безусловно. Спасибо большое. Мы говорили с научным сотрудником факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге Маргаритой Завадской. О чем? По сути, о современном российском авторитаризме. До свидания. До свидания, спасибо. И, кстати, в субботу к политической теме неизбежно вернемся в регулярном субботнем выпуске «Что случилось?», который ведут социолог Константин Гаазы и политобозреватель «Медузы» Андрей Перцев. Это был подкаст «Медузы. Что случилось?» о новостях, которые долго останутся важными. В наших предыдущих выпусках перечислю через запятую Данил Туровский об унижении и бесправии задержанных в ОВД. Еще. Как в России выленяло право буквально за пару месяцев. Также. Про полицейскую жестокость в России и там, как будто бы на благополучном Западе. Наконец, про то, как устроена пропаганда Кремля в интернете. Слушать этот и другие подкасты «Медузы» можно на нашем сайте, в мобильном приложении издания, а еще на специальных платформах для подкастов. Вот основные. Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Spotify, Castbox, Яндекс.Музыка. Адреса для писем в редакцию. Такие. Email. подкаст собакамедузы.io Telegram Meduza Loves You. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok